Я сегодня хотел с вами пообщаться и поразмышлять вместе вот о чем. Я думаю, что это очень важно. С кем мы имеем общение, с кем мы имеем соединение. Какое у нас причастие? Но причастие не как часть богослужения, а как участие где-либо и с кем-либо. Месяц назад Господь мне положил эту тему на сердце. Я до сих пор размышляю, поверьте, Бог открывает и открывает и открывает. И это назидает, и это укрепляет меня в вере. И желание мое, чтобы и вы, и я, все мы укреплялись в вере Божьей. Вы согласны со мной? Мы укрепляемся именно от слышания Слова Божьего. Я скажу так, что я, когда делюсь словом, меня может заносить вправо, влево. Я стараюсь, конечно. Но я тоже человек и могу где-то. Меня может, ну как бы... Но вы слушайте, что именно Дух говорит. Это правда. И знаете, Слово Божье говорит, по-моему, в послании Петра. Ну все мы об этом неоднократно слышали. Что кто кем побежден, тот тому раб. Тот тому раб. Но я хочу сказать, что зачастую побежденный раб не всегда осознает, что он побежденный. Подумайте над этим. Как в одну сторону, так и в другую сторону. Что побежденный, он может не признаться, что он раб. Ну допустим, что он раб наркотика или раб алкоголя. Говорит, я знаю себе цену, я умею там употреблять. Это тебе надо было. Ты там скатился с катушек. А я знаю себе цену. Слышали такие вещи, да? Может и сами такие были. Но Господь говорит, что кто кем побежден, тот тому раб. Хорошо, если придет прозрение. Вот прозрение. Знаете, два человека висят на крестах возле Христа. Все умирают втроем. Иисус претерпевает страдания. Рядом два разбойника. Все мы эту историю знаем. И один злословит. Все-таки в ропоте. Если ты Господь, если ты Сын Божий, сойди с креста. Спаси себя самого в конце концов. Ну заодно и нас уже. Понимаете? Господь молчит. А второго приходит прозрение. И он просит милости. Он понимает, кто это. И Христос ему отвечает. Ныне ты будешь со мной в раю. Сегодня ничего не поменялось. Сегодня люди делятся на две категории. Но мы сегодня говорим о соединении. О причастии. О причастии. Написано, что все мы соделались. Причастниками Божеского естества. Кто-то продолжит как? Помните, каким образом мы соделались? Причастниками Божеского естества. Это написано в послании Петра. Это очень важно знать. Я надеюсь, сегодня мы это запомним. Через познание призвавшего нас. Друзья, если мы не познаем Господа, если мы оставили, не дай Бог, это познание, если мы оставили эту часть благую, слышать, как Мария села возле ног. И она внимательно слушала. Марфа ведь тоже служила. Служила Христу. Мы об этом говорим часто. Но почему есть ропот, негодование, недовольство, возмущение? Господи, тебе что? Ну, нету дела, да, сестры моей. Чи-чи-чи, Марфа, успокойся. Ты суетись и заботишься о многом. А вот Мария избрала благую часть, которая от нее не отнимется. Важно услышать, потом делать. Знаете, кто-то сказал, один приходит на базар мужик, покупает орехи, может, кто-то слышал такое? Грецкие орехи покупает. Немножко отходит дальше и по такой же цене их продает. И его спросили, ну, а в чем смысл? Говорит, а я люблю, когда шуршит, орехи шуршат. То есть есть какие-то вещи, где много шума, есть какие-то шуршания непонятные. Но ведь, друзья, должна быть цель и направление. И я скажу, что с кем мы, знаете, помните, с кем ты поведешься, от того и наберешься. Слышали такое выражение? То есть с кем мы соединяемся, друзья, это правда. С кем мы соединяемся, в того мы и превращаемся. Или в то, в нечто. Непонятно. Весь мир лежит во лжи, друзья, и там очень сильно, мощно работают позывные, чтобы притянуть людей. Друзья, я не говорю о неверующих. Они и так мертвы по преступлениям, как написано. Лежат. Но я говорю о церкви, как зачастую мы с вами попадаемся на этот зов сирен, знаете, телевизор, компьютер, все, что угодно. Все, что угодно. Вот давайте, давайте я, вот к примеру, ну человек, чтоб никого не найти, сейчас может кто-то увлекается тем, тем, хотя вы найдете себя, а я себя. А допустим, человек любит считать звезды. Ну, звезды чего-то. Или собирает марки. И он не просто собирает марки, а он настолько этим увлечен, что он посвящает туда день за днем, месяц за месяцем, год за годом. Он, конечно, ходит в собрание, но у него в сердце это преобладает. Он обыкнен. Я с именем этим уложился, я с именем этим вставал. То есть у него весь разум, мысли заняты о том, что он любит. И с этим он соприкасается. Здесь, друзья, вроде бы на первый взгляд ничего нету греховного. Но это же не питье, это же не наркотик, это же не игровые автоматы или что-то такое. Но, друзья, жизнь пролетает, а человек соединен. Друзья, нам надо соединенным быть, быть с Богом. Христос сказал, кто меня не возлюбен больше, чем мать отца, жену, детей, не достоин быть моим учеником. Мы сегодня будем с вами размышлять, я сокращаю время, но я хочу, чтобы вы услышали духовную часть. Давайте откроем притчи. Книга притчей, 23 глава. Давайте сначала прочитаем 31 стих. Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно. Впоследствии, как оно ухаживается ровно. Смотрите. Написано предупреждение, не смотри даже на вино. Кто-то сегодня очень много споров идет, можно пить, нельзя пить. Я сегодня не буду, я не буду разбирать алкогольные зависимости или потребности, или каждый делает свой выбор. Но Писание говорит, не смотри на вино. И мы сегодня будем с вами говорить о том вине, которое предлагает нам это общество, мир. Информация. Информация. Как мы соприкасаемся или как мы причащаемся? У нас есть глаза. Раз. Так или нет? У нас есть уши. Два. У нас есть обоняние. И осязание. Что еще есть? Ну, мы соприкасаемся, но очень много входит через глаза. Потому написано, что вера от слышания, а не ответит. Чтобы мы читали слово, чтобы мы погружались в Писании. Сегодня море информации. Это есть вино. Есть развлекательные программы. Друзья, я хочу, чтобы вы меня услышали. Не соединяйтесь с нечистым. кто кем побежден, тот тому раб. тянет ли меня вообще, тянет ли тебя вообще в общение с Господом? Сколько? Каждый анализирует себя. Сегодня, сколько мы времени в сутки уделяем тому или другому? Или мы все делаем во Христе? Это супер. Вот что-то ты смотришь или куда-то, или слушаешь, читая басня или сплетни. Просто подумай, вот в тебе же есть Дух Святой. Вот если бы рядом стоял Христос физически, Он бы мог с тобой в этом участвовать? Это простые экзамены. Ну, простой тест. Просто, чтобы сегодня мы понимали, что, знаете, благословение Господне, оно обогащает. Оно обогащает от слова Бог. Оно обогащает. Если я ищу причастие к Господу, если я ищу с Ним соединение, оно меня обогащает. Как обогащает? Я изменяюсь. Он меня меняет. Он меня преобразует в образ Божий. Так и тебя. Так и нас. Нам не надо смотреть даже на вино. Не то, чтобы его употреблять. Как физическое, так и духовное. Очень ярко все сначала. Искрится, ухаживается. Все, ну, все очень идет здорово. Но впоследствии оно укусит, как змея. Оно укусит и ужалит. И, знаете, когда мы приходим в собрание, очень важно не просто отстоять на прославлении. Надо иметь участие. Надо иметь причастие. Надо ревновать о Господе. Как сегодня уже и говорилось, чтобы жажда, а у меня нету, это у тебя. Помолись Богу. Помолись Богу, чтобы ты имел соприкосновение в хвале, в прославлении, в Слове Божьем. Чтобы Господь тебя коснулся. Позволь Ему просто прикоснуться к тебе. Это очень важно, друзья. Чтобы мы не были номинальными людьми. Ну, знаете, пришел, отсидел, ушел. Я повторяю, прежде всего для себя. Попробуй раз в неделю только кушать пищу. Вот ты навари себе вкусный обед и раз в воскресенье покушай. Потом целую неделю жди до следующего воскресенья. Просто. Для себя тебе будет понятно. Потому что мы свое тело греем, кормим, любим. А Дух, Дух, насколько мы имеем причастие с Духом Божьим. Насколько мы ревнуем об этом, друзья. Сегодня это время просто размышления. Смотрите, друзья, два человека заходят в храм помолиться. Помним это место? Один как молится? Спасибо тебе, Господь. Я благодарю тебя, что я не разбойник, не прелюбодей, не бандит. Или не как и вот этот рядом стоящий человек. И он благодарит Господа. А второй даже не смеет глаза поднять. Говорит, прости меня, Боже. Прости меня, грешного. Я задаю вопрос. Кто соприкоснулся с Богом? Кто соприкоснулся с Господом из этих двух людей? Кто с ним соприкоснулся? Конечно. У которого сокрушенное сердце. Далеко ходить не надо. Вот вам модель. Но человек сокрушился и имел причастие с Господом. Я больше, чем уверен. И это правда. Кто с Господом соединяется время от времени, не остается прежним человеком. Кто-то скажет, а у меня все нормально. У меня все нормально. У меня все нормально. Если у тебя все нормально, я рад за тебя. Но ты возревнуй и зайди в присутствие Божье. И ты увидишь, как у тебя все нормально в глазах Божьих. Как вошел пророк Исайя. Вы помните, что он сказал? Первые его слова, когда он попал в присутствие Божье. Горе мне. Погиб я. Я человек с нечистыми устами. Знаете, иногда мы настолько прикатываемся к обстановке, что, ну, Бог с нами уже так мы его где-то в уровень с собой поставили. И так идешь где-то его плечом. Ну, как бы не так. Друзья, он не такой. И никогда таким не будет. Его имя превыше всякого. Он Господь. Он Отец, а мы Его дети. И Он желает встречи и причастия, соприкосновения с каждым из нас. Всегда, каждую секунду. И больше, чем мы все взятые. Смотрите. Иоанна 8 глава 31 стих. Сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям. Мы сегодня уверили в Бога. Верим, да? Мы уверовали в Бога. Вот сегодня это слово звучит к нам. Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики. Еще раз. Вот такое слово маленькое. Если. Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики. Кто-то хочет быть учеником Христа. А руки не поднимаются. Я понимаю, что есть ответственность. Друзья, я понимаю, что Бог будет спрашивать. Но Он не спрашивает как жандарм, друзья. Он видит. Но с желанием учиться-то есть, я думаю, есть. Но Господь рекомендует, что пребывайте. Таким образом вы будете учиться. Что такое пребывать в Слове? Это иметь причастие, друзья. Когда мы идем к причастию, к хлебопреломлению, мы этим подтверждаем, что мы пребываем в Слове. Не всегда у нас получается, но мы стремимся пребывать в Слове. Больше времени, чем собирать марки. Я люблю собирать марки, к примеру, я говорю. Я люблю, у меня коллекция. Я посвящал туда жизнь. Ну, и где-то еще чуть-чуть посвящаю. Ну, Боже, это же не грех. Я уже не бухаю. Это марки. Говорит, ну ты одного идола поменял на другого. Ну, это же марки. Говорит, ну собирай марки. Потом сломай старые житницы. Купи себе новый альбом потолще, туда собирай марки. И только в эту ночь придут душу забирать. А кому это все достанется? Понимаете, о чем я говорю? Где наше желание соприкасаться с Богом? Насколько оно большое? Насколько оно у нас есть? Насколько мы хотим соединяться с Богом? И преображаться в образ Христов. Это же и есть Его воля. Там мы преображались в образ Сына Божьего. Дабы мы не оставались такими, какими мы. А я такой есть. Меня Бог возлюбил, так как я и есть. Слава, что ты мне... Вот я такой есть. Меня Бог любит. Вот еще так стойка такая. Конечно, тебя Бог возлюбил, такой как ты есть. Но Он не хочет, чтобы ты оставался такой, как ты есть. Вот в чем смысл. Чтобы мы не оставались в прежнем виде. Это не нужно. Где приходит Господь? Ну, человек изменяется, лицо просвещается. И я вам правду говорю. Мы когда сегодня приехали сюда, и я увидел братьев, и я возрадовался. Правда, я возрадовался. Братья тут шуршат, трудятся. Ну, правда, трудятся. И я возрадовался, говорю, Ира. Говорю, так классно. Ну, вот это... Братья для Господа здесь трудятся. Пришли раньше. И уже есть соприкосновения, знаете. Их лица просвещаются, написано. Возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в Дом Божий. Правда? Приходит радость. Почему? Потому что есть церковь, есть вот это общество людей Божьих. И есть там Божья любовь. Да, много есть несовершенства еще среди людей. Но Господь покрывает благодатью. И тебе дарует благодать, чтобы ты покрывал. И твои недостатки Бог покрывает. И его. И ее. Понимаете? И вот это, когда мы имеем общение друг с другом, вот это причастие. Кровь Иисуса Христа, она циркулирует. Жизнь в крови. Жизнь, новая жизнь. Как кто-то сказал, у нас уже новая ДНК. Я хочу сказать вам нечто. Очень, такое, я думаю, очень важное. Мы говорим с вами о свободе. Дальше Иисус говорит. Уверовавшим иудеям. И познайте истину. И истина сделает вас свободными. Быть может, я повторюсь, но я скажу. Нигде больше свободы нет. Нигде. Кто бы что ни обещал. Помните? Они обещают свободу, будучи сами рабами. Вы за меня проголосуйте, я вам горы сверну. Да ты сначала сверни свое сердце и гордыню пред Богом. Дабы ты родился духой Слова Божьего. А потом уже мы будем смотреть, что ты будешь говорить. Как у тебя поменяются взгляды. Друзья, причастие, причастие, соединение, проникновение. Апостол Петр, фрагмент. Мне очень нравится. В лодке все плывут ученики. Иисус идет по воде. Помним. Все неоднократно читали, быть может, и фильм смотрели. И они подумали, что это призрак. Помните? И Петр, один из двенадцати, говорит, Господи, если это ты, повели мне идти к тебе по воде. Иди. Это я. Петр вышел и пошел. Смотрите. Первое. Он увидел. Но он еще не понял, что это Иисус. Если это ты, повели мне. Идет слово. Иди. Он услышал. Есть соединение. Он поверил. Он поверил. Он выходит за борт лодки. И идет. Я задаю вам вопрос. Законы гравитации существуют всегда? Всегда. Всегда. А в данном случае с Петром. Где законы делись? Он пошел свободно. Он соединился. Правда. Вера. Он соединился с Христом. Произошло причастие. Господь превыше закону. И он пошел. И мы дальше читаем. Вокруг ветер, буря. И Петр отводит свой взгляд. На этот мир. Как сегодня мир бушует. Включите новости. Проедьте в маршрутке. Так где угодно. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля. Зарплаты. Все. Крах. Посмотрел и начал тонуть. Ветер противный. Волны. Хорошо, что он крикнул вовремя. Господи, спаси меня. Написано тут же. Господь. Раз ему руку. И вытащил. Вот такой Господь. Тут же. Господь знал, что он будет тонуть? Конечно, знал. Он тут же. Господь знает, когда мы упадем, когда мы будем к Нему кричать, когда мы будем подниматься, сколько мы будем в пустыне проходить. Все это Бог знает. Но мы говорим о присоединении. Мы говорим с вами о присоединении. Почему так ясно, четко, не двухзначно? Иисус Христос говорит, кто посмотрит на женщину с вожделением? Тот что уже, уже согрешил где? В сердце. Друзья, это произошло соединение на духовном уровне, на душевном, как хотите. И это произошло. И она говорит, ну, будьте начеку, бодрствуйте. Вот эта система мира, вот эта, ну, блудница, она, она манит, манит каждого человека. Душа человека очень дорога. Но эта система и этот мир, который лежит во лжи, делает все, чтобы человека причастить к себе. И его напоить своим вином. Дабы он что сделал? Уснул. Вы помните, был такой мощный, помазанный человек, Самсон. Там чуть-чуть, там чуть-чуть, там чуть-чуть. Помните, как Винни-Пух. А потом еще немного, а потом еще немного. И в узкие ворота уже не пролезли. Имеющие уши дослышали. Там чуть-чуть. А что, уже ничего не осталось? И Самсон написано, уснул на коленях. Уснул. Самсон. Филистимляне идут. Пробудился и думал, как прежде. Я их порву. Написано. А не знал, что Господь отступил от него. Он уснул. Она ему косвы. Чик. Обрезание. Да не то. Чик. И все. Всем духов Божьим. А силы нету. А с виду, имеющий вид благочестия, силы же отрежь. Почему? Было причастие. Было присоединение. Было присоединение к этой женщине. И все. Ну, не сразу. Вы перечитайте, как это все начиналось. Все. У нас просто сегодня времени нет. Но это поучительно. Очень поучительно. Смотрите. Адам и Ева. Первые люди. Живут в гармонии с Богом. Все имеют. Общение с Богом имеют. Все совершенно. Приползает гад. И говорит. А правду ли сказал Бог? Просто поразмышляйте. Ну, все же нормально. Зачем принимать? Он говорит. Не, не, не. Он от вас что-то скрывает. У меня есть особое откровение для вас. Друзья, слушайте, что проповедуется в общении. Будьте внимательны. Он ходит. Он ходит, как рыкающий лев. Не, не. Вы послушайте. Бог что-то утаил. Если вы попробуете, вы сами будете как Бог. Вы подумайте, какие ставки. Так не, нам Бог как бы запретил это все. А вы попробуйте. Вы будете различать добро и зло. Вы будете за справедливость. Вы поймете. И они попробовали. И не просто отведали, друзья. Они, у них произошло причастие. А когда происходит причастие с кем-то другим, происходит отсоединение. Я когда-то где-то проповедовал. Братья уже мы и слышали не раз. Пусть простят меня, если я повторяюсь. Вот вы, допустим, подсоединены к одному источнику. У вас тут такой штемп, как он называется, брезетку. Чик. И вы светитесь. Бог есть источник, наполняет вас. Ну, вам здесь предлагают подключиться в другой. А вы предназначены на 220. А вам говорят, вот здесь вы будете ярче, потому что там 380. Вы поняли? И он говорит, отведай оттуда. А ты не... У тебя одна вот эта вилочка. И для того, чтобы отведать оттуда, чик. Ты отсюда выключился. Губ. Бачишь, что ты голый, и все потемнело. И невеселый. И тебе надо кущи деревьев, чтобы туда спрятаться. Почему? Произошло отсоединение, присоединение. Но дьявол, змей, он нарисовал все так... Он дал такие розовые очки. У тебя все будет супер год. А на самом деле, все, нету. Нету. И смотрите, как быстро происходит дальше действие. Рождаются дети. Помните, два братика рождаются? Каин и Авель. Кто первый принес дар Богу? Каин. Он же ж первый родился. Он первенец. Есть такие фрагментики, но обращайте на них внимание. И он собрал от плодов земли и принес дар Богу. И написано, Авель также принес дар Богу от первородных. И на Каина, и на дар его Бог не презрел, а на Авель презрел. Очень много идет разговоров, почему так они... Но он принес же, он Богу принес. И тот, и тот Богу принес. Друзья мои, почему Бог не принял это от Каина? Послушайте. Она говорит, ну, если бы он с правильным сердцем принес. Ну, это отчасти тоже есть. Послушайте внимательно. Все, что мы делаем для Бога от себя, есть от земли. Прах. А земля, откройте третье бытие 17 стих, земля проклята за человека. А Авель, послушайте. Авель, написано, принес верой. Да, верой. А вера откуда? Подскажите. Значит, он что, услышал от Бога? Ну, так или нет? Ну, мы можем так сказать? Ну, слава, тут не написано, что он услышал. Послушайте. В евреях написано, он принес дар верой. Но если он принес верой, вера из воздуха не берется. Она не берется с воздуха, из тумбочки не берется. Она только от слышания Слова Божьего. Я хочу, чтобы мы сегодня это уяснили. Только от слышания Слова Божьего. Мы из этого делаем спокойно, стопроцентное заключение, что эти сыновья услышали либо от родителей повеление Бога, либо от Бога самого. Только Авель послушался, что должна пролиться кровь, что есть прообраз великого Христа Благословенного, Агнца Божия. А Каин тому же Богу решил принести свое. Свое понимание. Ну, он же сам как Бог уже. Помните, вы будете сами как Бог. Я хочу, чтобы мы сегодня переосмыслили, с кем, сколько, когда мы имеем причастие, кому мы прикасаемся в духовном мире и от кого мы насыщаемся. Это очень важно, друзья. И Господь говорит в Еремии, я не помню какая глава, но там есть... Господь говорит, два зла сделал народ мой. Меня, источник воды живой, оставили. И высекли себе водоемы, которые не держат воды. Два зла в одном стихе. Оставили источник. Чик. Чик. И сами себе делают, как хотят. Народ мой, Бог скорбит. Вы представляете? Бог говорит, ну как так можно? И дальше Он говорит, я тебя насадил, как благородную лозу. В этом же где-то, там рядом все. Как же ты сделалась дикой. Чтобы мы не удалялись от Бога, друзья. В Римлянам написано, 12 глава, по-моему, 2 стих. Не сообразуйтесь с веком сил, но преобразуйтесь обновлением ума. Так? Что не сообразуйтесь? Что это такое? Сообразоваться. Это соединяться. Это проводить время. Это проникать. Это оттуда питаться. А вы знаете, что вот мы с вами говорили, благословение Божье, оно обогащает и печали не приносит. Если я... Что такое благословение Божье? Это когда я с Ним соединяюсь, когда я Его нашел. Ну, позвольте, я таки буду. Нашел. Ну, я взыскал, я возревновал. Я соединился с Ним. И Бог пришел ко мне. И вся внутренность моя лекует. И Бог просвещает мое сердце. И я благодарен Богу. Но если я соединяюсь с кем-то или с чем-то другим, оно меня опустошает. Оно меня уничтожает. Оно приносит печаль. Оно приносит разрушение в мою жизнь. Поэтому Бог говорит, не оставляйте собрания ваше. Поэтому Бог говорит, пребывайте на лозе. Пребывать. Это не быть вхожим и ухожим. Знаете, ну, извините, может, кто-то это писал. Я просто есть такое, посты такие. Ты завтра идешь в церковь? Ну, друзья, мы идем, да, когда надо мы идем. Но мы в церкви 24 часа в сутки. Мы в теле 24 часа в сутки. Так или нет? В церкви Божьей? Мы же не просто отсидели, ушли домой, и мы уже не в церкви. Вы так понимаете или нет? Или я один так размышляю? Я знаю, что, ну, вы же здравые люди. Когда мы уходим с этого места, мы же не оставляем причастие. Мы сопричастниками божеского естества. Мы все равно познаем его. Слава Богу, моли, моли. Смотрите, я быстренько сейчас, буквально три минуты, и мы будем заканчивать. Псалом 72. Очень благословенный псалом. Мы его полностью читать не будем. Я вам скажу, в третьем стихе. Человек Божий, послушайте. Человек Божий говорит, я позавидовал безумно. Видя благоденствие кого? Я позавидовал... Вы представляете, как можно безумному завидовать? Ну, вдумайтесь. Я позавидовал безумному человеку. Видя благоденствие. Видя. И дальше он перечисляет. Наказания им нет. Смотрят свысока. Язык расхаживает по земле. На работы человеческой их нет. Выкатились глаза от жира. Наглые. То есть, живут нечестивые. Наказания им нет. Приумножают богатство. Разве это не похоже на наше время? Ничего не поменялось. Те процветают. Там открыто грабят. Там открыто подкупают суды. Нету возмездия. Люди за справедливость. У каждого своя правда. Те доказывают одно. Те другое. Дрожжи. Дрожжи активные. Все. Уже крышка поднята. Тесто. Все это закваска. Лезет через верх. С пеной доказывают. А те обогащаются. А те обогащаются. А там офшоры. А там преумножения. А там люди друг друга убивают. И он говорит, я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивое. Благоденствие на этой земле. Благоденствие в этом коротком промежутке времени. Смотрите, он смотрит. Ассав смотрит человеческим взглядом. И он говорит, от того, что им нет наказания, они жируют. И они себя так нагло ведут. Он говорит, Боже, народ твой, верующие, идут туда, к этой чаше, тянутся туда же. И я сам себя начал анализировать. Так не напрасно ли я очищал сердце свое и руки свои умывал? Боже, так не напрасно я вообще хожу в собрание, верю. Мимо проходит жизнь. Люди как-то по-другому живут. А мне приходится смиряться. Так почему так, пожалуйста? Ну что это такое? Что подождите? Ну где справедливость? Что? Ну как это так? Это несправедливо, Бог. Это что-то, знаете, поднимается, негодование, перерастающее в ропот. Доколе не вошел я куда? В присутствие Божье. Во святилище, правда. Доколе не вошел я в присутствие Божье. И он восклицает, так, Господи, на скользких путях Ты их поставил. Так Ты их пропасть, они упадут. Как сновидение по пробуждению, так Ты пробудил их, уничтожишь мечты их. И дальше он говорит, Боже, кто мне на небе? И с Тобой не хочу на земле. Ничего не хочу на земле. Я попал в присутствие. Скажите, честно, вот когда вы в присутствии Божьем, по-настоящему, в молитве, на коленях, дома в тайной комнате, или в церкви, или в транспорте, и такое бывает. Вот вы молитесь, и приходит такая, знаете, вы попадаете как в другое измерение. С кем-то бывает такое? Я задам вопрос. Именно в этом состоянии вам нужен новый телефон, машина, квартира? Ничего. Ничего. Я вам скажу, что Господь хочет, чтобы мы такими были. Чтобы мы преобразились в этот именно образ. Есть? Хорошо. Нету? Аллилуйя. А почему у Него есть у меня а там, а то, а то, что то? Подожди, а что Бог что-то не предусмотрел? Тот, который сына своего не пощадил, но предал его за кого? За всех нас. Разве не дарует с Ним нам всего? Даровано нам все потребное для жизни и благочестия. Кто может сказать, а меня что-то Бог обделил. Он тебе отдал самое дорогое. И самое нравственное. Так же, как и мне. Аминь. Это Сын Божий. Поэтому нам надо причастие. Нам надо побуждать друг друга находить. Не просто здесь отбыть. Я говорю, что поднимаются руки, а сам, грубо говоря, где-то на стадионе. Или где-то там кашу варишь. Или где-то машину чинишь. Или где-то утюг не выключенный. Или где-то на базаре ты. Друзья, он же видит. Он же видит. Вот вы представляете, вы приходите на свидание к жениху. Вы приходите на свидание. Вот приходит девушка, невеста. Мы же есть невеста его или нет? Так? Братьям немножко сложнее это понять. И это понятно. Но мы невеста. И представьте, приходит невеста к возлюбленному встречаются, общаться. А невеста думает о другом. Это нормально, скажите. И смотрит в другую сторону. Они ей что-то рассказывают. Она смотрит. Это ненормально, друзья. Невеста, она любит своего жениха. Она ждет его. Она ждет его. Мы же невеста. Ждать вот этой встречи, его дыхания. Уловить это дыхание, этот тихий ветер, нежное дыхание Господа. Для чего? Для того, чтобы только мурашки пробежали. Ну, может, и для этого кому-то надо. Но я вам скажу, наше сердце нуждается в изменении. И когда он приходит, то все меняется. Аминь. Все, читаем последнее место Писания и заканчиваем. Столько хотел я, ну, как-нибудь в другой раз. Первая глава первого послания Петра. Друзья, это очень важно. Серьезно вам говорю. Не сообразоваться с веком, а преобразоваться. Нам стоит только не сообразовываться с веком, как мы начнем преобразовываться обновлением Духа Ума. И вот Петр пишет. Первая глава 1 Петра с 13 стиха. Поэтому, возлюбленные, припоясавшие чресло ума вашего, я всегда задаю вопрос. Чем нужно припоясать чем нужно припоясать чресло ума? Каким словом? Аминь. Истинно. Не словом Вячеслава, Коли, Васи, а припоясать истинно. Словом Божьим. Оказывается, ума есть чресло, дабы не быть распущены, разгнув сданы, припоясаны. Поэтому, возлюбленные, припоясавшие чресло ума вашего, бодрствую совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа. Как послушные дети, не сообразуйтесь, не соединяйтесь, не причащайтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем. Но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. А как это быть святым во всех поступках? А кто такой, а что значит святой Бог? Он не такой, как мы. Он не такой, как этот мир. И Он хочет, чтобы мы были святы, отделенные от этого мира. Отделенные не просто для себя, не просто, чтобы мы жили, как я хочу, как сам ты... Знаете, Иисус говорит, я ничего не делаю сам от себя. Не просто Бог отделил, чтобы ты был сам от себя. Так я хожу в церковь, даю десятину, а подумай, сам от себя? Или ты все-таки ищешь волю Божью? Святый во всех поступках. Ибо написано, будьте святы, отделены, потому что я святый, благодарю Господу. И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровь у Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы, мы, имели веру и упование на Бога, друзья, чтобы мы имели веру и упование на Бога, чтобы мы имели веру, но придя, Сын Человеческий, найдет ли веру, найдет ли веру? Я уже столько молюсь, я уже веру, молись и дальше, Бог тебе дает благодать свою, хоть и замедлит Бог, но придя, он найдет ли веру? но я сказал, что последнее место Писания и хочу покаяться сразу же, вы меня простите? я знаю, что Бог простил, он меня уже простил, поэтому я сейчас Бога не прошу, я спрашиваю у вас, а мы, а мы подал, у некоторые в кипах сидят, Бог простил, знаете, такой еврейский съезд сразу, друзья, я люблю евреев, поэтому, и сам где-то, да, смотрите, место Писания, с чего мы начали, это притчи, 23 глава, мы быстро прочитаем, сегодня рассматриваем не только физическое причастие, это на своем месте, об этом все знают, сын мой, отдай сердце твое мне, с 26 стиха, 23 глава, 23 глава, с 26 стиха, сын мой, отдай сердце твое мне, и глаза твои, только тогда, когда мы сдаемся Господу и говорим, Боже, не моя воля, а Твоя, да будет, вот там мы и обретаем свободу, это, знаете, мозг, это не может переварить, мы привыкли, что мы должны решать, что там, мы там великие решалы, знаете, ничего мы не решаем по-настоящему, уже все решено, и уже все свершилось, нужно покориться Богу, тогда мы можем противостать дьяволу, и тот убежит, надо покориться Богу, надо сокрушиться, иметь это причастие, это вечное присоединение во Христе Иисусе, аминь, давайте помолимся, давайте мы встанем пред Господом, отец небесный, драгоценный Господь, мы сегодня благодарим Тебя, что Ты избавил нас от всякого страха, от всяких тревог, Ты избавил нас от всякой зависимости, ранами Твоими мы исцелились, Господь Иисус, и кровью Твоей мы, омытые и очищенные, от всякого греха и неправды, и мы благодарим Тебя, что Ты соделал нас причастниками Божеского естества, Ты, и мы без Тебя ничего не можем, Господи, это мы признаем, что мы ничего не способны сделать, поэтому мы уповаем на Тебя, и мы просим Тебя, помоги нам, Боже, сегодня переосмыслить, переосмыслить то, что Ты говорил нам в наши сердца, и начать жить, не просто знанием, но практиковать это в жизни, помоги, Боже, помоги, Господь, чтобы мы не шли к чужому источнику, но чтобы мы питались из вечного Твоего источника, Господи, живой водой, чтобы мы наполнялись и ели Твой хлеб, чтобы мы могли вкушать Тебя, Христос, мы благодарим Тебя, Господь, за крест, мы благодарим Тебя за Твою смерть и воскресение, мы благодарим Тебя, что сегодня Ты говоришь, приходящего ко мне не изгоню он придите ко мне все труждающиеся и обремененные я успокою вас господи мы так благодарны тебе что твоя любовь она безгранична что твоя милость есть каждым из нас сегодня мы возвеличиваем тебя и просим помоги нам направ нас на путь вечный ты есть пастырь добрый господь веди нас на твои злачные пожить и прости нас что мы иногда отклонялись и уклонялись от твоей любви и шли к чужим божьим водоемом божи и пили то вино которое вообще суррогат которая несет смерть и уничтожение но ты позже господь ты вовремя простил руку и спас нас помоги нам не возвращаться на те прежние пути не возвращаться в то болото не идти к тем похотям которые когда-то главенствовали над нами ты вывел нас из египта ты вывел нас из этого мира ты отделил нас иисусом христом жертва иисуса христа кровью святой ты отделил нас помоги нам жить святой жизни потому что ты святой отец и ты называешь нас святыми детьми твоими святым народом твоим помоги нам соответствовать божий господь этому статусу и этому званию и призванию боже пусть твоя любовь духом твоим святым переполнит наши сердца и всегда напоминает нам о том чтобы мы имели причастие и участие плане спасения во имя иисуса а мы благодарим тебя и славим тебя и превозносим твое имя и поклоняемся тебе вечно живущим владыка неба и земли отец сын и дух святой аминь слава господу будь я благословен и аминь слава господь